Так, а ну подъем, богатыри земли русской. Алло. Давай, давай, иди, старушка, мы в печали, давай. Что? Меня к жизни моей. Вернет только живая вода по имени пиво. Что ты говоришь? Сейчас. Галя, ну скорее, там пиво в холодильнике, давай, давай, давай. А, раз и мечтались, вчера пока все до конца не выпили, не успокоились. Ну? Ну, тогда, тогда мы оставимся лежать, потому что земля русская не готова принять богатырей. Слушайте, какая земля, какое пиво, а? Как следует. Вы что хотите, своим перегаром на детей дышать? Галя, ну каких детей, ну что ты, как это? Как это, ну каких? А кто обещал мне праздник провести в доме малютки? Сергей Сергеевич, пойдемте-ка мы с вами погуляем немного. Там, знаешь, там погода мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный, а то чего мы с тобой в четырех стенах здесь. А ты давай подрастай, пойдем с тобой на санках кататься. Красота будет. Я, я никому не позволю прикасаться к своему ребенку. Таня, Таня, ты что, с ума сошла? Таня, мы, Таня, мы гулять собрались! Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить. Ни с тем, ни с той, другой. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, Ночным дождем приходит в дом. Две волны друг друга снежно Обнимают две любви. Под ним огнем в ночи сияют две души. Как две весны, как я и ты. Пусть наши две судьбы Лишь корабли в открытом небе. Две любви Живут, а значит, есть на свете Я и ты Я и ты Если ты так собираться идешь, то к старому Новому году, может, успеешь. А если бы у кого-нибудь была бы нормальная привычка брать телефонную трубку, Я бы сейчас никуда не торопился, сидел бы спокойно. Ну, зачем мне? Москва и ты сдалась, а? Ну, тебе же самому не терпится рассказать обо всем Тане. Ну, ты представляешь, что с ней будет, когда она все узнает. Ну? Да. Мне вот только Кажется, надо было ей Сразу-то дождаться, сказать, остаться там и Ты представляешь, какой Подарок на Новый год бы был? А? А я Что и без тебя бы на Новый год осталась? Какие-то предчувствия дурацкие были? Какие предчувствия? Что ты? Я без тебя бы Новый год бы справил, да? Все. Теперь все праздники вместе. Да. Да. Все. 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 Это. Субтитры сделал DimaTorzok Тань, Тань, нам нужно с тобой поговорить, слышишь? С тобой в последнее время что-то происходит. Ты какая-то нервная. Чуть что, сразу, сразу из себя выходишь. Ну да, я понимаю, тебя может раздражать то, что у тебя муж, так сказать, несколько формальный, но ты же сама на это согласилась. Хватит лезть ко мне в душу. Там пусто, ты все убила. Таня, ну пожалуйста, ну давай, давай не будем нервничать, а? А кто здесь нервничает? Ты знаешь, даже, даже если мне очень сильно захотелось, у меня бы не получилось, потому что у меня нервов не осталось. Заботливый ты мой. Какая гадость, этот ваш кефир. Не, ну почему все лекарства должны быть такими противными? Надо еще стаканчик выпить. Пей-пей, может, поумнеешь. Не, а что такая, как говорится, неласковая? Все-таки Новый год, веселиться надо. А у нее, наверное, тоже похмелье. Угу. Кефир только членом профсоюза. О, мам, может, Василия Ивановичу оставил, а? Мам, Вадик вообще не поздравил с Новым годом, не позвонил. Ух ты, ух ты какая, в Сибирь отправила мужика, а теперь, значит, пусть позвонит, поздравит. Знаешь, все, ладно, хватит болтать, собирайтесь, поехали. А куда это вы, куда это вы без нас? Куда, в дом малютки еще, замуж, что ли? А что за дом малютки? Я там работаю, я вам говорила неоднократно, Андрей. Вот сейчас едем поздравлять детей, не хотите ли с нами? Ну, в общем, можно было бы, но для начала хотелось бы позавтракать. Кто-нибудь покорит меня в этом доме, нет? А можно вас спросить, мистер Эндрю Десмонт? Да. Вы к нам каким классом летели? Бизнес, а что? Вау! Мистер Эндрю бизнес классом, это здорово. Так вот, завтрак для бизнес-класса в другом подъезде, понятно? А у нас эконом. Так, все. У нас все исключено, понял? Все собираетесь, едете туда, мы с Василием Ивановичем остаемся, потом мы его кормим и приезжаем. Ну, ладно, поехали что ли, Вить, Дим. Вить, скажи, что я без своей мэрии никуда не поеду. Димка, мэрия уже в доме малютки. Да ты что? Да. Тогда поехали, конечно. Малютка мэрия, меня ждет. Пойдет. Ой, Вадик, Вадик, Вадик. Привет, подруга. Посмотри, какие у меня куклы. Это Дед Мороз подарил. Да что ты говоришь, молодец, красиво. Надюш, а не пойти ли тебе с твоими новыми подружками на кухню и не заморить ли червячка? Они, наверное, проголодались. Подруги, как насчет заморить червячка? Ну, мы согласны, а то этот червячок нас замучает. Ля-ля, ля-ля. Ля-ля-ля. Что случилось, Нинка? Все чудесно. Только вот Новый год пошел наперекосяк. А так, все замечательно. Боря продолжает ревновать. Замучил меня уже своей ревностью. Ну, ты же сама говорила, ревнует, значит, любит. Ну, это, если просто ревнует, а так, опять он к этому доктору Ливсе. Пришел домой, учинил скандал. В общем, я не знаю, что делать. Вот он. Таня, вот ты мне скажи. На что ты надеялась, когда выдвигала мне такие условия? На то, что мы будем семьей. Ну, так мы и есть семья. Знаешь, сколько людей так живут? Они существуют рядом, но не вместе. И это не самый худший вариант. А что может быть хуже? Когда друг за другом с топором гоняются? Таня, ты... Ты вбила себе в голову, что на мне сошелся Свет Клином. Ну, это не так. Ну, что, больше нет мужиков, что ли? Ну, ты выйди на улицу, ты оглядись. А чего я там не видела? Жизнь. Ты заперлась в четырех стенах. Ты растеряла всех своих друзей. Ну, позвони кому-нибудь, ну... Ну, сходи куда-то, на дискотеку, в клуб. Ну, просто погуляй. Глядишь, и свой интерес в жизни появится. Я, значит, в кино от Экрас Пешкиной? Не будет этого. Ну, если у меня же есть трепески, то своей подружке я уж точно жить спокойно не позволю. Она ни одной минуты, ни одной секунды не будет счастлива. Никогда и ни за что. Нет, они как будто все на луну улетели. Это праздник. Телефонные линии перегружены. Все друг друга поздравляют. Мне надо как-то сказать, что я приезжаю. Вот, вот. Вот и мы. О, Господи. Не поминай имя Господне в суе, как говорит наш батюшка. А ежели тяжело, то прими лекарство, и на душе будет легко и благостно. Спасибо большое. Мне уже... О! Мне еще на самолет лететь надо. А-а. Как ты до Саратова-то доберешься? Автобусы ведь не ходят. Да. А что делать? Ничего, ничего. Чего-нибудь придумаем. Не, ну ехать надо. Да? А я знаю. А? Мы позовем сивку-бурку. Ну, насчет сивки или там бурки, это я не знаю. А вот конь у нас имеется. Железный. Ты в ресторане? В каком ресторане? А что это за шум? Я уже не могу, это клиника. А кто там говорит, это твой доктор Ливси, недоприжибленный? Какой, какой доктор Ливси? Я у Тани. В гостях. Сейчас, если хочешь, передам трубку. Привет, Борь. Чего ты так нервничаешь? Привет. А что у тебя этот новозеландец делает? Борь, здесь никого нет, кроме меня, Нины и Надя. Честно. Тань, ну хватит ее покрывать. Только что слышал его голос. Борь, а может тебе хватит Новый год отмечать? А то у тебя печень отвалится скоро. Ладно, если честно, ты можешь понять, что никто, кроме тебя, не нужен? Я могу понять, что вы сговорились. Да, Тань, я не ожидал от тебя. Ну, ладно. Не в настроении. Не в настроении? Мягко сказано, не в настроении. Главное, ревнует он на ровном месте. Я повода вообще не подавала, Тань. Да, мужчина всегда ревнула. Вот папа к маму тоже ревнует, когда она с ремешком разговаривала. Ты кого-нибудь ждешь? Нет. Может быть, это картошку разносит? Второго января? Скорее всего, салат Оливье. А никого нет дома. Надо же, какие бестактные люди. Им же говорят, никого нет дома. Это, по-моему, всемирный отцовский заговор. Тихо. На, пап, привет. Что? Ты серьезно, да? А, ну сейчас. Это папа в дверь призвонит. Давай быстрее. Слабовато, ребят. В армейский драматив явно не укладывайтесь. Примироваться надо. А мы тут, мы просто сидели. Конечно, конечно. Разговаривали. Я понимаю. А ты как нас нашел? Обижаешь, дочка. Я детектив или где? Соскучился, что ли? Честно, проголодался. Дайте что-нибудь пожевать. Ну, ты хочешь это, как помело. А чего? Человеческого ничего нет. Ну, я тогда еще соображу, что-нибудь. Тань, ну вот скажи мне, ты думаешь, если бы не было разбежки, то мы бы с тобой могли жить как-то, как говорится, душа в душу? Ну, ошибаешься. И причина очень простая. Ты, конечно, меня прости, но... Я тебя не люблю. И ты знаешь об этом. Не люблю. А если бы я... Никаких если бы. Я здесь нахожусь только ради сына. Твоей собственностью я никогда не был и даже, не надейся, не стану. Ну, дала бы ты мне жить своей жизнью, а сама бы жила своей, да? Я об этом не то что говорить. Я об этом думать не могу. Ты, ты это единственное, что есть у меня в жизни, понимаешь? А если у тебя не будет, мне не зачем жить. А что значит не зачем? У нас есть сын. У тебя есть сын. Не говори мне о нем. Не говори. Ты знаешь, мы с Надюшкой посоветовались. Решили отдать все детские вещи в дом малютки. А что, все? Ну да. Я их хоронила для своего малышину. Я поняла, что верить в чудо бесполезно. Нужно жить в реальном мире, а не иллюзиями. И просто радоваться тому, что у тебя есть. Да, ну и правильно, Тань. Нет, я к тому, что... К тому, что эти вещи очень там пригодятся. Вот. А мне, представляешь... Ну, глупость какая-то. Ну, стыдоба просто. Не знаю даже, как... Как рассказать. Представляешь, все наши идут устраивать праздник в дом малютки. А Боря мне запретил туда идти. Он меня ревнует. К этому доктору Ливси. Видите, я его там могу увидеть. Странно, наоборот совершенно не похоже. Какая его муха-то укусила. Кто бы то мог быть... Игоряша, завелся мой драндулет. Мигом тебя до Саратова домчит. Мотоцикл оставишь у племяша. Адрес я написала. Все равно мимо едешь. Я хотел бы попросить у вас руки, ваша племянница. Ой... Ой... Ну, и я тут при чем? Ты у нее спрашивай. Если дурый не будет согласиться... Я согласна. Я согласна. Я глупий не должен быть выжигантом. Я согласна. Я глупый не будет. Я глупый не будет. Я глупый не будет. А я глупый не будет. Игорь, я могу сказать. Я его там сказать. Так, а где эти самые ухи? Ухи мои, чё я за заяц без ушей-то? Ой, вот твои ухи, не выступай. Послушай, младшой, а тебе такие лопухи и в нормальной жизни тоже пойдут. А не жалей на него краски, в таком виде к детям пускать не рекомендуется. Напугается. Ой, ладно, зато я стишок придумал про Новый год. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ванны. Дима, ты мне этот твой стишок, умоляю. Мне этот твой стишок-то к детям пришёл, да? Не волнуйся, начинать буду я. Выскочу и скажу, обложили волки позорный и частушку спою. Да, твои частушки лучше его стишков. Слушайте, берегите мою репутацию, господа. Ну, откуда такое недоверие? Пошли, косой, потрем морковь. Давай, зайчик. Давай. Гай, ну что ты грустная? Ну, дурачатся они. Да я не за них, Ань. Вадик пропал что-то совсем. Видишь, как Ирина его в оборуду взяла? А ты уверена, что он с ней, да? Может, ты вообще куда-нибудь в другое место забросила? Да, забросила по пудным ветрам. Я так и представляю, как они сейчас под ёлочкой обнимаются, целуются, шампанское распивают. Даже с Новым годом не поздравил. Знаешь что, ты позвони и сама узнаешь, где он и с кем. А то я так не знаю, где он и с кем. Да ладно, Ань, у брошенных жен тоже есть гордость, да? Хотя, какие мы брошенные, сама дура отправила его туда. Так что, чего уж теперь. Извините, скажите, мне кто-нибудь расскажет, что происходит с Даней? То она ребёнка с рук не спускает, никому приблизиться не даёт, то она слышать о нём не хочет. Ой, Серёжа, честно говоря, мы уже сами в панике. Мы надеялись, что ты с ней побудешь. Она не совсем здорова. Ну, не здорова, значит, врачу надо показать. Надо. А как? Говорить с ней провали, да куда там, даже слышать не хочет. Это все вокруг больные, она одна здоровая. Ну, а я слова сказать не могу, ты же понимаешь, какие у нас отношения. Серёжа, Серёжа, может, может, ты с ней поговоришь, а всё-таки ты единственный авторитет для неё. Был. Был авторитет. Был, да весь вышел. Да, правильно сказал поэт. Россия, нищая Россия. Как уезжала с каменного века, так в него и вернулся. Ничего не меняется. Чем же она так России-то не угодила? Ну, а чем она может угодить? Ну, вот как здесь живут? Вот, только без обид, ладно? Возьмём, к примеру, вас. Но ведь до сих пор живёте, как в бараке. На десять человек один туалет. Деньги все вот только на еду уходят. А чтоб машину какую-то приличную купить. Или недвижимость приобрести. Об этом и мыслей нет. Да нет, есть мыслей. Денег, к сожалению, пока нет. Вообще-то, у меня есть машина. Да. И неплохая. Самовар на колёсах? Нет. Нигде в мире так не живут. Ну, все стремятся к независимости, к карьере. Понимаете, нужно смотреть по сторонам. Видеть, куда движется жизнь. Вообще, ловить новые веяния. Нет. Мы будем сидеть в пещерах и точить свои каменные топоры. Ну, ладно, насчёт топоров тут не очень интересно, Господь с ними. А вот насчёт веяния, кстати, между прочим. Вот интересно, что у вас там нового в этих веяниях, в смысле личных отношений? С кем? Ну, например, с галочкой. Ну, я думаю, что, скорее всего, всё закончится ни к чему не обязывающим сексом. А все счастливы и все абсолютно свободны. Понятно. Ты сейчас будешь у меня совершенно свободен и абсолютно счастлив. Слушай, ты кто такой, чтобы учить нас, а? Ты кто такой? Ты чё сам-то сделал, а? Если мы в бараке живём и так тебя с души-то воротят, а чё ты в гостинице-то не остановился, а? Тебе денег жалко, да? Ах ты подлец ты, да я дочку на километр не подпущу к тебе, ты понял? А говорили, что всё будет без обид. Вот, вот он, прекрасный образец домостроя. А мы вообще-то с Галиной свободные люди и сами можем решить, с кем общаться и как общаться. Так послушай, а не пошёл бы ты отсюда по добру, по здорову? Ты же знаешь, если знаешь, русский долго терпит, но если терпение лопит... Вы правы, конечно, правы. Между нами пропасть. Пойду в кафе. Мы с Галей как раз договорились встретиться, вот и всё обсудим. Спасибо. Ну что, поехали. В кафе надо Гале всё объяснить и предупредить Витю с Димкой, чтобы они ему лишнюю дырку в голове не сделали. И будут правы. Что, успел сбежать? Кто, прости? Ну как это? Наш любимый, доктор Ливси. Борь, а откуда мы здесь взяться? Старого сыщика обмануть хочешь? Так это у тебя от старости крыша поехала. Ладно, вы тут разбирайте, я пойду Надюшку собираю. Угу, угу, угу. Борь, ты чего цирк-то устроила? Почему? А я не знаю почему. Цирк? Угу, цирк. Тебе перед Таней не стыдно? А тебе передо мной не стыдно? Мне не в чем стыдиться. Угу. Ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю. И поводов для ревности я не подавала. Вообще, я не знаю, почему ты так себя ведешь. Ну что, разобрались? Ну, так. Ладно, вы как хотите, а у нас с Надей назначена встреча с Дедом Морозным в кафе Рыбкиных. С меня хватит. Я с вами в кафе. Потому что он там будет? Борь, ну, у Рыбкиных всегда очень много народу. В конце концов, они сами решают, кого приглашать, а кого нет. Я так и думал. Ну, знаете что, я с вами пойду. Все равно у охранника Надюшки выходной день, заодно за ней пригляжу. Угу. А ты за собой пригляди. У нас уже одно дитя есть. Да. Нам двух не нужно. Надя, выходи. Надюш, выходим. Эх, Сереженька. Что же нам с тобой делать? Как нам с тобой быть? Ничего у нас с тобой не получается. Придется тебя вернуть твоей маме. Не бойся. Танюша, мы очень за тебя переживаем. Таня, может, ты даже сама не понимаешь, насколько ты устала, но мы все, видимо, очень волнуемся. Таня, может, может, все-таки сходишь к врачу? Я себя отлично чувствую. Ну, передо мной не надо хороходиться, милая. Я же тебя очень хорошо знаю. Я вижу, я вижу, что тебя что-то изнутри гложет. Сережа, поехали куда-нибудь, нам нужно срочно поговорить, только ты и я. Хорошо. Хорошо. Только я сначала ненадолго съезжу, поздравлю Надюшку с Новым годом. Договорились? Конечно, ежай. Детям не важнее всего. Ежай. И ненадолго. А когда вернусь, ты мне сразу все расскажешь, да? Да нечем рассказывать. Забудем. Я же говорю, ему не до нас. Недоступен. Даже телефон отключил. Нет, почему отключил? Галь, праздничные дни. Ну, мало ли, может, сеть перегружена. Да. Запраздновался, Вадик. Ну, ладно. Пойду посмотрю, чего наши частушечники делают. А то, я чувствую, они сейчас там споют. Ну. Аппарат абонентов отключен. Именно. Ань, ты не поверишь, это было что-то. Это успех. Я почувствовал славу и хочу стать артистом. Как мы раньше не догадались. Нужно же было чё с подетским садом устроить. Мы бы озолотились вообще. Да что золотились, я вот самое главное ощутил славу. Это вот, никакие деньги этого не доступны. Витя, Вадик пропал. Ой. И я даже знаю, где. Я серьёзно, Витя, я серьёзно. Вадик недоступен. Это точно. Поскольку он где-нибудь сейчас пьяный, на радостях, ты представляешь, в Новый год. И никто на мозге не копает. Вот оно, счастье, Анечка. Не, а может он эту самую зарядку от телефона где-то просеет? К тому же вообще на обратном пути летит и телефоном не отвечает. Да нет, Вадик не пропадёт. Это наша лесная школа. Может, может, что случилось? Миша, я не пойму, там мясо готово или нет. Может, ты попробуешь? Я попробую, только вам не останется. Ну что, все приёмчики использовал, всю информацию выпытал у него? Да в мыслях не было, клянусь. Да и надобься никакой. Мишка очень открытый. За брат, знаешь, как переживает. Отличный парень. Тебе повезло. Мясо готово. Извините. Ну как тебе мой Шерлок Холмс? Да знаешь, шикарно, мне понравился. Он очень располагает к себе. Если бы я знал какие-нибудь тайны, я бы ему всё рассказал. А ты не бойся, будет повод, разболтаешь, что видишь. Вернее, ты даже не увидишь, а просто поймёшь. Вот разболтал. А я понял. Он понял, в кого ты у меня такая умница и красавица. Извиняюсь, что помешал, но, по-моему, там картошка горит. Ну что же, все косточки перемыли старику? Да мы даже и не думали. Не до того было. Да я заметил. Расскажи-ка мне, у сыщика, дочь сыщика, кто мне сейчас звонил? Думай, думай. А что случилось-то? Тебя обидел кто-то? Никто. Неужели зацепила наша с Димкой её игра? Да я видела я ваши игры. Я вообще была в комнате у грудничков. Понятно. Детей жалко. Да. Ну и не только. Маш, ну, не перестань. Ну, в самом деле, ну, что случилось? Ну, ты не ходи вокруг да около, скажи, чего? Дим, я... ребенка хочу. В смысле... Подожди. В смысле, прям, своего? Чтоб вот валить и чтобы вот качать. Прям настоящего, что ли, который вот это круглосуточно без выходных и праздников орет, ест и писается? Это всё ерунда. Просто ты вот представь, вот я... Мама, а ты папа. Я... Ну, Дим. Нет, ну, я, ты знаешь, я, конечно, не против. Можно попробовать. Наверное. Я люблю тебя, Зайка. Зайка. На борже. Мы, в принципе, тоже не против, да, Ань? Ну, может, не надо решать эту проблему прямо здесь и сейчас. Погоди. Баринов мне звонил. Ну, что ему лучше? Настолько, что он решился всё рассказать дочери. А Разбешкиной? Он дал срок дочери, чтобы она свыклась. И она сама расскажет Разбешкиной. Как это свыклась? Она что, не знала, что это не ее ребенок? Не, обомонись. Она всего не знала. Ну, и сколько она будет свыкаться? Срок до сегодняшнего вечера. А если она не скажет? Тогда расскажет Баринов. Сегодня же. Значит, всё раскроется сегодня? Угу. Папка! Да ты не представляешь, как это здорово! Ну, куда мне представить? Я же тебя самый бессердечный сыщик. Папка, да ты у меня самый лучший. Ты у меня самый лучший сыщик Москвы и Московской области. Ого. А почему меня никто так не обнимает? Даже обидно. Мишка, ты просто не представляешь, как все будет хорошо. Ну, а кто сомневается? Нет, ты не понимаешь. Хорошо будет прямо сегодня. Чего пришла? Спасибо, Танечка, тебе на добром слове. Танюш. Мы тут с Яной и думали, думали. А чего ты так нервничаешь? Ну, и чего надумали? Таня, ты ведь нам ничего не говоришь. Может быть, объявилась мать нашего Серёженьки? А? И хочет его забрать? Дура. Все хуже. Все гораздо хуже. Вы даже представить тебе не можете, как все плохо. А я цикканом. КОНЕЦ! МОНЕЦ! МОНЕЦ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok